Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Храчево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Минимизировать посещение общественных мест, надевать маски, держать социальную дистанцию. Глава республики призывает жителей соблюдать рекомендованные меры предосторожности. Вот эти вот очки пользуются популярностью. Учебный процесс должен стать интереснее. В школах открылись точки роста. Рашид Тимрезов посетил образовательный центр Московского. Железные врата Алании. Такое название городище учеными было давно неспроста. Чем примечательно Хумаринско-городище, какие тайны прошлого оно скрывает. Уроки, посвященные личным финансам, возможностям эффективного использования банковских карт. Школьники Трачева-Черкесия научатся основам финансовой грамотности в режиме онлайн. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов рассказал о текущей ситуации по распространению коронавируса в регионе и призвал жителей республики неукоснительно соблюдать все меры предосторожности. На протяжении длительного времени общими усилиями нам удавалось сдерживать эпидемиологическую ситуацию на стабильном уровне. Однако последние несколько дней мы наблюдаем небольшой, но все-таки рост выявленных случаев. Коронавирусная инфекция в регионе отметила голова. Развернутая в республике госпитальная база обладает двухнедельным запасом лекарств и СИЗов, укомплектована необходимым оборудованием. При необходимости привлечем к работе резервный ковид-госпиталь на базе республиканской клинической больницы на 80 койко-мест. Но пока мест достаточны в действующих госпиталях. К сожалению, среди госпитализированных немного, но есть и тяжелые больные, сказал Рашид Тимрезов. Также он еще раз напомнил о том, чтобы жители республики минимизировали посещение общественных мест, соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших – 6 тысяч 964 человека. Из них 4 тысячи 816 выздоровели. Госпитализировано – 380. В связи с ростом больных коронавирусом увеличены и лабораторные мощности. Они позволяют проводить около 1500 тестов в сутки. В Карачаево-Черкесии на сегодняшний день сделано порядка 160 тысяч исследований. По количеству тестирований на 100 тысяч населения наша республика превышает среднероссийский уровень и лидирует в СКФО. Информатика – основа безопасной жизнедеятельности, технологии. Изучение этих предметов станет еще интереснее. Сегодня по всей стране открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта образования. Карачаево-Черкесии сегодня распахнули свои двери сразу 42 центра. В 4-й гимназии у Джигуты на открытии побывал глава Рашид Темрезов. Он лично убедился в эффективности и уникальности точки роста. Альбина Ламкова продолжит тему. Крупнейший в России по площади агрокомбинат «Южный». Его строительство было приурочено к Олимпиаде-80. Знаковым событием стало и открытие микрорайона «Московский». Дома здесь росли один за другим. В живописном месте расположилось 27 высотных многоэтажек, две школы. Одна из них – 4-я гимназия. С годами учебный процесс становился все интереснее и современнее. А в новом учебном году внедрили центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь у местных учеников 4-й гимназии микрорайона «Московского», а здесь проходят обучение 1052 человека, будут продвинутые возможности. В кабинетах «Точка роста» создано специальное пространство, оснащенное по последним технологиям. Это, например, 3D-моделирование и программирование виртуальной реальности. Вот эти очки пользуются популярностью. С помощью них можно в деталях изучить космос, природу человеческого организма, микро- и макромиры. Список направлений в кабинетах «Точка роста» большой. А самое главное, что в секции может записаться любой желающий. А их уже много. Ученики гимназии разделились по интересам. И с 1 сентября работа уже кипит. «Точка роста» – это не просто название кабинета. Это и есть наша «Точка роста». Будущее для нашей профессии. На прошлых занятиях мы пробовали и научились сборке механических деталей. И научились сборке электрических деталей. В будущем о какой профессии мечтаешь? Вообще я мечтаю стать юристом. Но я думаю, что навыки, приобретенные в кабинете, мне не помешают. Надо сказать, что учащиеся всегда создавали и успешно представляли свои проекты на различных конкурсах. А с появлением современного оборудования это уже будет совершенно иной уровень. А педагоги, которые задействованы в центре, прошли необходимое обучение по повышению квалификации. А вот там наверху расположены работы, которые выполнили ребята в определенное время. Это не просто работы, это работы, с которыми дети заняли призовые места на различном уровне выставок. Занятия в «Точке роста» – они очень увлекательны. Наши ребята научились при помощи технологических карт выполнять самые различные модели, начиная от простых механических и заканчивая электрическими. Это очень увлекательно и интересно. Иногда бывает такое состояние, что их невозможно остановить. Давайте вот эту, а это сложнее. Давайте мы вот эту попробуем. Ребятам это очень нравится. Два новых класса, которые оборудовали новой техникой, пустовать точно не будут. Перед приходом официальных лиц и стартом марафона федеральной сети центров образования старшеклассники уже приступили к конструированию моделей, а ученики младших классов увлеклись шахматами. Играю в шахматы, потому что здесь можно выигрывать, стратегии строить свои, развиваться ум и так далее. Давно играю в шахматы? В шахматы играю 4 года. Очень интересная игра, развивает логику, мышление. Главный гость – глава республики Рашид Тимрезов. Ребята тут же принялись рассказывать ему о том, как интересно идет образовательный процесс в кабинетах «Точка роста». Многие из них уже определились в будущей профессии. Школьники отметили, что специальное оборудование дает возможность помочь познать азы в выбранной сфере. Например, при помощи манекена можно наглядно показать, как спасти жизнь человеку. Многие из старшеклассников уже приступили к моделированию с помощью ноутбуков. Среди них есть достойные работы. Преподаватели гордятся способностями своих учеников. И надеемся, что это будет платформа для будущей профессии, выбора от профессии. Нужно сказать, что в одном из новых классов, помимо парт, удобных стульев, появились стильные пуфики для отдыха. Эта зона называется коворкинг. Ребята не только выучили это современное слово, но и в полной мере смогли ощутить его значение. И уже применить это пространство для общения и творческого взаимодействия. В классах у нас трехрядная расстановка парт. Это не способствует такому общению и сближению к совместной работе. В день марафона всем рассказали и о работе квадрокоптера. И тут же попробовали его в действии. А на память попросили главу региона оставить книги отзывов и пожеланий на путствие новому образовательному центру «Точка роста». Ну и какое же событие без праздничного торта. Он и стал финальной точкой в памятном для четвертой гимназии дне. Альбина Ламкова, Роберт Джугутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Микрорайон Московский. И время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Карачаево, Черкесия. Ночью без осадков. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 11-14. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24. В горах ночью до плюс 7, а днем до плюс 17. В центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии ночью и днем без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 10-12, днем 21-23 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня Рашид Темреза провел рабочую встречу с главой администрации Хабетского района Тимуром Жужуевым. Обсудили вопрос социально-экономического развития населенных пунктов района. Говоря о социальной сфере, мы, безусловно, можем наблюдать планомерное развитие социальной и инженерной инфраструктуры. В районе строятся и создаются новые детсады и школы, ДК и ФАПы. Мы знаем и об имеющихся острых вопросах, требующих пристального внимания. Нацелены нас своевременные и оперативные их решения, сказал глава региона. Центр культурных и торговых путей – все это знаменитое Хумаринское городище. И сегодня оно в объективе рубрики «Наше наследие». Хумаринское городище известно далеко за пределами республики. И уже не одно десятилетие исследуется историками и археологами. Чем же оно примечательно, узнавала шерифат Лепшокова. Попасти с 21 века в восьмой всего за несколько минут – это не фантастика. Над Олом Хумара высится скала с плоским плато наверху. Здесь-то и расположено знаменитое городище. Оно было окружено каменной стеной, которая ныне имеет вид вала. На вершине холма наиболее сильное его укрепление – цитадель, где проживала местная знать, состоявшая из булгар и алан. В ее первых раскопках еще в 70-х участвовал историк и археолог Назир Татаркулов. По его словам, сохранился и тот самый звездковый раствор, который применяли при строительстве укрепления. А было это более 1200 лет назад. На удивление, мастерские обработаны и камни, на которых ученые ранее обнаружили тюркскую руническую надпись. Поражает и ширина стен, доходившая порой до 6 метров, и высотой до 18. Хумаринское городище по праву считается одним из крупных на Кавказе. По мнению большинства ученых, оно относится к периоду Хазарского Каганата, одного из мощных государств наряду с Византией и Арабским Халифатом. С последними вел долгую борьбу Хазарский Каганат, имевший этот мощный форпост на территории нынешнего Карачаевского района. Железные врата Алании. Такое название городище учеными было дано неспроста. А все благодаря выгодному расположению. Крепость с ее обширными поселениями контролировала часть коммуникации северокавказской ветви Великого шелкового пути. Знаменитый путь проходил через Гумбаши по Маринскому ущелью, сквозь территорию нынешнего каменомоста вверх до Тиберды и вдоль реки Гоначхир до северного приюта, и далее через перевал. Свидетельством тому являются многочисленные находки, ныне находящиеся в музее. Шелк, бронза, китайские зеркала, бизантийские монеты. Интерес к Хумаринскому городищу ученые проявили еще в XIX веке с присоединением Харычая к России. Но полномасштабные раскопки начались только в 70-х годах XX века. Тогда учеными были раскрыты многие тайны, хранившиеся под землей не одну сотню лет. Это был форпост на южных и юго-западных рубежах Хазарского каганата. Театр военных действий был в районе Дербента, вот где Дербентская стена знаменитая, подходит к Гаспийскому морю. То эти Хазары туда переходили в наступление, то арабы сюда, вот в этот период шла война долго, через перевалы, наши перевалы Кавказа, в тыл заходили арабские войска. И когда мужское население находилось на войне, угоняли скот, детей, женщин. Вот основное назначение крепости – прикрыть вот эти перевалы. Есть еще одно предположение ученых относительно Хумаринского городища. Согласно церковным преданиям, в середине VII века святой Максим Исповедник был сослан в укрепление Схимарис, в чьей теменее XII века писалось, Максим Исповедник был сослан в страну скифскую, в Европе Аланье нарицаемое – Град Схимар. Как предполагал вид на ученых Анафиби Джиев, он мог быть отождественным Хумаринскому городищу, которое, кстати, помимо основной линии оборонительных сооружений, имело еще одну линию обороны – стену с так называемой боевой калиткой. Она также была раскопана в 1974 году. Эта калитка, мы предполагаем, что выполнила несколько функций. Во-первых, здесь раньше дорога шла вот по этому ущелью, сюда поднималась, кратчайший путь. Во-вторых, в случае осады крепости, могли спокойно отсюда ночью выйти, обойти, подождать даже, можно ночью, а можно подождать до утра, и когда начнется очередной штурм с востока крепостной стены, они могли напасть и ударить в тыл наступающему противнику. Хумаринское городище было не только важным стратегическим пунктом, но и центром ремесла и торговли. На площади более 20 гектаров располагались многочисленные поселения, встречавшие караваны Великого Шелкового пути. На пути к движению стояли дорожные указатели. Один из них, вкопанный капень, Мингир, датируется тем же временем, что и городище. На камне выдал блин крест, его форму можно разглядеть и сейчас. Примещательно, что стыла расположена прямо в черте Олахумара. Ученые продолжают вести здесь раскопки. Возможно, что Хмаринское городище еще откроет нам немало тайн прошлого. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. Школьники Карачаева-Черкесии научатся основам финансовой грамотности в режиме онлайн. Осенняя сессия образовательного проекта «Банка России» уже стартовала. В ней смогут принять участие школьники, учащиеся колледжи и СУЗов республики. Самыми популярными, по мнению слушателей, оказались уроки, посвященные личным финансам, возможностям эффективного использования банковских карт и правилам безопасности киберпространстве. Занятия проходят в режиме реального времени. Эксперты финансового рынка рассказывают о сложных экономических явлениях на простом, понятном языке. Кроме того, у слушателей есть возможность задать интересующий вопрос в чате и получить на него оперативный ответ специалиста. Подключиться к онлайн-урокам может любое образовательное учреждение Карачаева-Черкесии. Главное условие – доступ к сети интернет. Продлится осенняя сессия три месяца. Деньги или социальные услуги. Пенсионный фонд напоминает федеральным льготникам, что завтра последний день подачи заявления об отказе от набора социальных услуг. Это касается тех, кто ранее не подавал такого заявления. Таким был вторник Карачаева-Черкесии. А прямо сейчас продолжение фильма «Спаское». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова